Привет всем на канале Ярпруд. Это видео продолжение рассказа о зимовке астраханского сома в моем пруду. А кто не видел первую часть ролика, смотрите по ссылке. Итак, пришла осень и я вылавливаю Семен Семеновича из маленького прудика 3х3 метра, в котором он просидел все лето. Видно, что сом подрос больше, чем за первое лето. Сказалась карасевая диета, но все равно заметно, что темпы роста Семен Семеновича оставляют желать лучшего. Все-таки тесновато ему в таком прудике. Странно, карп верши почему-то сдох, хотя другая мелочь цела, и даже лягушки, которым нужно всплывать на поверхность для дыхания. Сама, как видно, они не боятся, хотя размер как раз нужный, и в принципе они могут стать отличным обедом для Семен Семеновича. Так как из большого пруда я выловил почти всех карпов, то теперь сама можно пересадить в большой пруд на постоянную основу. Это должно благотворно сказаться на темпах его роста, ведь каждый аквариумист знает, что в маленьком аквариуме нельзя вырастить большую рыбу. Так и с прудом. Отпускаем Самика обратно в большой пруд. Все, пускай. Пускай теперь в большом пруду гуляет. К сожалению, этой зимой из-за недостатка конструкции незамерзающая лунка все же замерзла. Как ни пытался я ее несколько раз реанимировать, ничего у меня не получалось. Но это рассказ для отдельного видео про мои испытания незамерзающей лунки, собственной конструкции и доведения ее до ума. И вот пришла долгожданная весна. 18 апреля. Прибило к берегу листья. Этрекшн. Вода в этом году много, пруд до краев полный. У меня с незамерзающей лункой не получилось. То не выловленные с осени карпы сдохли. Был замор. Интересно, сдох ли сом? Сома я нигде не вижу. Но карпы вон плавают. У меня деться сом более выносливо и выжил. Пора чистить пруд от карпов, лягушек и прочей лабуды. То все это будет здесь тухнуть. 23 мая. В пруду на дне что-то белое лежит. Большое. Очень похоже на трупик сома. Поэтому хотелось бы сейчас попробовать достать. Посмотреть, что это такое там лежит. Лицом или сдох. Выловил я граблями эту рыбешку. Да слабым оказался не сома карп. Так что надежды, что сом уцелел, еще остаются. Посмотрим, что даст. Результат даст верша. Берем кутасу. Пороженную из магазина. Потому что ловить мне некогда рыбешек. Раскладываем вершу. Путасу хладем вершу. Чтобы проверить после замора, остался ли сом жив. И вершу забрасываем в пруд. На самое глубокое место. Коею обычно предпочитает сом. На одной руке это не очень удобно. Ну, примерно так. Сейчас я перезаброшу двумя руками. Подальше, поглубже. Ну, пока на дне верша выглядит вот таким вот образом. Достаем 27 мая вершу. Чтобы посмотреть, есть ли в ней сом. Выжило ли сом. Сома нету, но зато попался толстолобик, которого сюда запускали. Вон он уже наел себе бока. Стал, мне кажется, чуть пожирнее. Хотя, может, кажется, кажется, сом. Вот, выпускаем.